Тема зрения одна из самых интересных. Почему это так? Потому что глаза, с одной стороны, часть, разумеется, тела, так как, допустим, там, палец, рука, печень или что-то еще, а у меня система — это часть нервной системы, и она подчиняется, эта часть как бы законам и нервной системы, в первую очередь нервной системы — это психика, и одновременно, как бы, как любой другой орган. Поэтому причина нарушения зрения следующая. Первое — психогенная. То есть нервная система, если чего-то не хочет воспринимать, она этого берет и не воспринимает. Идет психогенная блокировка изнутри, как бы, от тела. Есть еще блокировки от жизни и блокировки физические. Мы как-нибудь развернем отдельно эту тему. Не хочу и не делаю. Допустим, у невротиков, может быть, по такому принципу, вот не хочу, и вот все, ноги отнялись. Проверяешь, рефлексы есть. Не могу, ноги отнялись. Раз испугал — оп, пациентка побежала. Про такие нам рассказывали на кафедре неврологии, вот потом пришлось пару раз даже столкнуться. То есть психогенная блокировка раз — ой, не работает, раз — ой, вроде бы, заработал, то есть, ну, управление. Но управление не сознанием, а слегка подсознанием. Со зрением такое встречается. Если вы думаете, что я о байке рассказываю, то практически всегда. То есть, так или иначе, любое нарушение зрения, психогенный компонент туда рано или поздно включается. То есть, если не сразу, то потом. Дальше. Кровоснабжение. То есть, кровоснабжение непосредственно всего головного мозга, но в кровоснабжении есть два аспекта. Кровоснабжение непосредственно затылочной коры, а зрительная кора, она на затылке. Вот. И кровоснабжение непосредственно глазного яблока. Если это проблемы с корой, то зрение нечеткое, нефокусирующиеся очки очень трудно подобрать. Если это кровоснабжение самого глазного яблока, то это вещи, подобные глоукоме. Причем я сам, допустим, своими руками снимал пристап глоукомы просто тем, что вправлял человеку шею. То есть, я вправляю ему шею, у него спадает глазное давление. Благодаря, ну там, улучшился приток, улучшился отток со всей головы, а глаз, разумеется, самый в этом плане чувствительный. Так, чего еще не сказал. Еще есть рефлексы на видение. Ну, я их так называю, там они в литературе немного иначе описываются. Для понимания. То есть, когда я поворачиваю голову, мой глаз уже наводится на фокус. Там участвуют аккомодационные мышцы, глазодвигательные мышцы. Чтобы вместе с поворотом головы, то есть шеи, уже была фокусировка. Туда, туда, туда. Ну, в общем, вы поняли. Если шея свернута, если идет мышечный спазм, если нервы, которые в этом всем участвуют, зажаты. Там есть особенно нервное сплетение, оно прямо отвечает за все. Это конкретный нервный проводник. Если это зажато, то говорить о каком-то адекватном зрении не приходится. При условии, что на этом фоне могут быть и с психикой все в порядке, вроде бы, да, я хочу видеть. И с кровоснабжением все более-менее. Но опять же, если шея свернута, как может быть кровоснабжение нормальным? Опять же, если кровоснабжение нарушено, то психика так или иначе начинает шататься, и люди делают неверные выводы о себе, представления тела меняются, отношения к себе меняются. Собственно, почему я и сказал, что психогенный компонент, он рано или поздно в любом заболевании начинает быть. И хорошо, если не с него все начиналось, а он просто наслаивается. А ведь есть вещи, которые, ну, это тема отдельного видео, а может даже пара семинаров. И есть еще пятый тип, то есть еще каких-нибудь 15 лет назад это было бы, ну, как бы нереально, как так. А вот сейчас это вполне реальное изобилие гаджетов. Функциональное расстройство. То есть из-за того, что фокусное расстояние постоянно одно и то же, если мы сидим за монитором, вот, или, допустим, в классе я тоже замечал, что если уроков по-многу, там, по 6 каждый день, там, по 7, по 8, иногда, ну, 7 уроков плюс там допы какие-нибудь. Одно и то же постоянное фокусное расстояние. Взгляд не предназначен для одного и того же фокусного расстояния. Взгляд предназначен, то есть нашел цель, там, промерил расстояние, там, напал, если это хищник, или, там, убежал от хищника, если это зверь, да? То есть база-то тело, она же от природы. Функциональная блокировка. Ну, как бы не блокировка, а функциональное нарушение. Функциональное, если оно чисто функциональное нарушение, лечится относительно просто. Задаешь глазодвигательную гимнастику, вопрос, казалось бы, решен. Сложное и вроде бы как бы интересное с точки зрения работы, хотя, господи, заболевания могут быть интересными. Это пропорции всего, вот этих вот всех факторов. Потому что они, разумеется, работают как бы сообща, против адекватной функции. Если это функциональное расстройство, я уже сказал, то есть задаем глазодвигательную гимнастику. Вот, хотел здесь сделать, но в отдельное видео вынесу, потому что пригодится. Относительно решаемый вопрос. Я на себе это решал, там, раза четыре в жизни у меня было, что зрение чувствует садиться. Потом вспоминаю, сколько я за компом сидел по 12 часов. Ну, там, такие своеобразные были у меня решения относительно школы. В общем, очень долго сидишь за компьютером, зрение чувствуешь, просто садится. Ну, гимнастику подел, отпустила. Хорошо. Если это касается кровоснабжения. Кровоснабжение надо восстанавливать. Если это свернутая шея, значит восстанавливать шею. Если это у возрастных, допустим, пациентов, там, какие-то проблемы с проходимостью сосуда, ну, там, формата бляшки, то, разумеется, к сосудистому хирургу. Если это кровоснабжение непосредственно глазного яблока. В общем-то, все то же самое. Потому что как в голову приходят четыре артерии, две сонные, две позвоночные, так кровоток на все это дело и делится. Вот. И когда меня, допустим, спрашивали, мол, типа, ну как так, глазное яблоко спереди, а позвоночные артерии сзади. Я говорю, ну, тело жить хочет. И четыре артерии, объединяясь, делят кровоток на всех. Ну, в медицине называется синдром обкрадывания. То есть не хватает больше задним, а забирается спереди. Причем забираться может. Этот механизм-то он, как бы, активный, нервная система им рулит, ну, регулирует. Сзади перебросится кровотока до, почти что до нормы, так бывает. А спереди будет дефицит. Хотя зажата, наоборот, задняя артерия. Ну, вот такая вот регулировка. Опять же, ну, то есть, ну, своими глазами видел, к сожалению, так бывает. С кровотоком, ну, в общих чертах разобрались. То есть, либо правка, либо операция, либо еще что-то. Если это касается непосредственно наведения на цель, то... То есть, вполне себе четкая взаимосвязь. Если вот здесь вот идут спазмы и зажимают нерв, то эти спазмы приходится убирать. Нервы, соответственно, там тонкие волокна, но все-таки надо освобождать. Ну, что можно? Самоправка триггерных точек видео есть. Вытяжение шеи воротником видео есть. Вытяжение на трех валиках видео есть. Это из того, что быстро и самим. Чтобы хотя бы какой-то проблеск, ну, какого-то успеха, ну, хоть верный шаг, да? Ну, как тест. И эмоциональный фон поднять. Можно сделать. Дальше. Если, допустим, не боитесь, то значит, надо править шею, разумеется. Если, допустим, боитесь, то можно хотя бы размять. Ну, то есть, действие вот на непосредственную мускулатуру шейный отдел позвоночника. Но вы создаете условия кровоток, создаете условия вертикализации, создаете условия контроль взгляда и создаете условия для психики. А зачем мне все это? То есть, так или иначе, какие-то цели? То я видел очень разные ситуации. Я видел, как люди выгребались из таких состояний, и, кстати, к зрению это как бы тоже относится, из таких состояний, что, казалось бы, да ну, нереально. Выгребались. Почему? Ну, потому что то, что работает, а глаз работает, да, то и потихонечку тренируется. Можно через мускулатуру менять даже форму глазного яблока. Есть на эту тему разработки. Это говоря о стебантизме, да? Вот, тренируются все полностью мышцы глаза. Меняются среды глаза полностью, даже если они утратили прозрачность. То есть, везде-везде-везде есть какое-то движение. И, в принципе, технически не особо есть разница, с какого уровня дна вам подниматься. Либо вы хотите этого делать, и тогда учитывайте все факторы, действуйте. Вот, либо не хотите. Но, разумеется, чем ниже вы упали, или так случилось, что, ну, тем дольше вам подниматься. То есть, факторы времени никто не отменял. Самое сложное, что если бы много было проблем с телом, то все, вроде бы, факторы решили. У меня периодически такие ситуации возникают. А психогенный компонент остался. Психогенный компонент простой. То есть, не хочешь видеть, не видишь. Я говорю, ну, все, захоти. А я, типа, хочу. Я говорю, ну, конечно, хочешь ты. Давай рассказывай о красотах, увиденных за последние 10 дней. Все. Психика в отключке. В смысле о красотах. Я говорю, ну, ты понимаешь, глаза, они природой созданы для того, чтобы, либо ты видишь добычу, если ты хищник. То есть, вот цель, вот логово. То есть, цель. Так или иначе. Ну, там, поесть, поспать. Еще там что-нибудь поделать. Цель. Либо, если ты травоядный, опять же, то есть, вот она еда, вот она опасность, от которой ты побежишь. То есть, все равно цель, то есть, зрение, чтобы, как бы, выделять главное и размывать второстепенное. Мы так видим. И если ты ничего главного в своей жизни не видишь, если ты ничего специально не хочешь делать, если у тебя целей, как таковых, нет, то твое зрение, оно просто отключается. Ну, тут в зависимости от честности и заранее готовности, что я так себя поведу, люди ведут себя по-разному. Некоторые, да, конечно, признаются, что, ну, да, слушай, на красоту не смотрю, интересов особых нет, таскаю там свое тело на работу, ну, понимаю. Типа, и что делать? Я говорю, ну, что делать? Пока живы, мы либо развиваемся, либо деградируем и, значит, болеем. То есть, деградация, это не когда ты сидишь на одном месте и стареешь, деградация, это когда ты болеешь, а функции отключаются, и ты это видишь, потому что смерть-то придет последней для любителей деградировать. Вот, я немножко в этом понимаю, потому что лет в шесть хотел от болей-то в теле радикально избавиться. Вот, передумал. До начала процесса. Вот, хотя опыт-то я, конечно, сохранил, вообще старался такие вещи запоминать. И как бы, как мне тогда пришлось, так я говорю, что, ну, а в чем проблема-то придется? Хотите вверх, придется идти вверх, так как жизнь дает. Не хотите вверх, ну, тогда будете болеть, как бы выбор одной из двух. Ну, обычно люди так подбираются, так, ладно, все, понятно, сейчас красоту найдем. И цели найдем, и обычно находят.